Давно было. Вот это уже неузнаваемый. Семейный альбом как напоминание о счастливой жизни. Конечно, забот супругам хватало и раньше. Вот уже 17 лет Наталья страдает от тяжелого недуга, сахарного диабета первого типа. Но в августе прошлого года из-за прогрессирования болезни женщине ампутировали треть ноги. Стойко приняв неизбежное, Чупины настроились и дальше не унывать. В конце концов, по закону, точнее индивидуальной программе реабилитации первичных инвалидов, Наталье положены все необходимые технические средства, в том числе протез. Когда я выписалась, я в поликлинику-то пришла за больничную, мне там врач сказала, ты должна вот с этой ИПРОЙ, с индивидуальной программой реабилитации, где все прописано, идти в ФСС. И там все дальше тебе объяснят. Обратилась, написала заявление и стала ждать. Но ответа все не было. Приехав 27 февраля в уже социальный фонд, после Нового года он объединил функции двух прежних, пенсионного и соцстрахования, поняла, что путь в поисках протеза, хоть и без ноги, будет непростым. 27 февраля приезжаю туда, беру талон к регистратору, там она все смотрит и говорит. Да, вам пришел направление на протез. Вот первая у меня была к ним претензия, почему мне не сообщили, да? И пока я сама не приехала, мне не сообщили. Да, пришел. Называется группа компаний «Интро». Такое название мне называют, там протезироваться. Я говорю, это где? Она пожимает плечами и говорит, ну посмотрите в интернете. Ни адреса мне не дает, ни бумага. Наталью снова попросили написать заявление и снова сказали ждать месяц. Как позже самостоятельно выяснили Чупины, головной офис компании, рекомендованный социальным фондом, находится во Владимире. Обескураженные таким фактом они в буквальном смысле, в поисках ответа и здравого смысла начали кружить по инстанциям. Их перенаправляли то в филиал, в ледокол, то снова на Аносова. Проконсультировавшись, опять же, самостоятельно в одной из местных протезирующих компаний, Чупины узнали, что оказывается, процесс можно было изготовить и здесь, по программе возмещения. Оплатить самим, а позже через фонд вернуть средства. Так ведь оказывается, можно было по возмещению сделать. Я говорю, вы мне поясните, ну действительно, а то думаю, может мне в протезке так сказали, а может уже и не так. Я говорю, действительно, вот можно. Да. Я говорю, опять же, я говорю, а почему мне 27 февраля-то не сказали? Вот такое только, вот такая вот реакция. Я вам не знаю, почему вам не сказали, ну вы сами должны знать. Вот так она мне, да. А, я говорю, в смысле, говорю, сама, но я же, если б я знала, я б не спрашивала у вас. Ну, короче, вот так вот прям стена. Наталья попыталась записаться на личный прием к управляющей, чтобы рассказать ей об отношении ее сотрудников к инвалидам. Но снова непробиваемая стена равнодушия, жалуется Наталья. Горячая линия словно замерзла по 40 минут ожидания, а ответ в итоге, если сочтем нужным, перезвоним. За ответом по данной ситуации обратились и мы. 27 февраля 2023 года в отделение фонда поступил отказ Чупиной от получения изделия. 12 апреля 2023 года в отделение фонда на личный прием обратилась Чупина с уточнением о необходимости ее первичного протезирования в условиях стационара. Отделением фонда принято решение выдать заявительнице направление от 20 апреля на изготовление протеза бедра в Барнольдском филиале Московского протезно-ортопедического предприятия по госконтракту от 16 ноября 2022. Таким образом, отделением фонда приняты все меры для обеспечения Чупиной рекомендованными средствами реабилитации. Иными словами, вопрос с протезом будет решен в условиях стационара, как и хотела Наталья. Правда, компенсирует только 100 тысяч рублей, несколько десятков тысяч придется найти самим. Но главное – срок. С каждым днем в ожидании протеза мышцы атрофируются. И высок риск навсегда остаться прикованным к коляске. Я хотел бы, чтобы на нашем примере хотя бы вот тоже более чутко подходили к этим вопросам, как бы сказать, не футболили самое главное. И за жену обидно, и за тех людей обидно, которые, например, может быть, она, я не думаю, что она единственная, еще, наверное, кто-то есть в таком же положении. Просто мы насмелились, например, как-то вынести эту тему, чтобы другим людям, может быть, это будет толчком. Все можно было решить быстрее, уверена Наталья, которая больше 20 лет отработала в Барнаульском доме-интернате для инвалидов. Будь сотрудники социального фонда не столь равнодушными. Пожалуйста, дорогие специалисты, подходите индивидуально к каждому вопросу, с сочувствием к человеку, попавшему в такую трудную жизненную ситуацию, как бы еще к молодому, которому не хочется выпадать из жизни, из жизни семьи, ребенка. Ну, еще как бы свое здоровье поддержать, чтобы, пожалуйста, помогайте нам, насколько это возможно. Тем более, если, ну, как, есть все возможности. В официальном ответе на наш запрос сказано, что наличный прием к управляющей социальным фондам Наталью записали на 16 мая. Надеемся, на этот раз ей исчерпывающе ответят на все вопросы и окажут необходимую помощь. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком.